Внимание, розыск! В Перми пропал без вести Валеев Фарид Сабитович, 1946 года рождения, директор промышленной компании ВИЗ. 1 октября он ушел из дома в индустриальном районе и до настоящего времени не вернулся. На связь с родными не выходит. Следователи предполагают, что мужчину могли похитить. 1 октября он уехал из дома. В ночь с 1 на 2 октября его автомобиль нашли недалеко от офиса. Автомобиль был закрыт, документы находились внутри. Каких-либо следов преступления, борьбы в самом автомобиле обнаружено не было. По результатам проведенных мероприятий было принято решение о возбуждении уголовного дела, поскольку все обстоятельства указывают на то, что в отношении данного лица было совершено преступление. Фарид Увалееву 69 лет, рост около 170 сантиметров плотного телосложения. Его фото на ваших экранах. Особые приметы. Нет фаланги на безымянном пальце одной руки, шрам от пулевого ранения в боку. Был одет в джинсы, бордовую кофту и синие спортивные туфли. Всех, кто владеет информацией о пропавшем, следователи просят сообщить по телефонам, указанным на экране. Разъясняю при этом, что лицо добровольно освободившее похищенное у нас освобождается от уголовной ответственности. Мандат не помог. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 24-летнюю жительницу Перми с несколькими граммами метамфетамина. Рядовое, в общем-то, событие повседневной хроники перестало быть таковым, когда выяснилось, что девушка является избранным депутатом одного из сельских поселений Краснокамского муниципального района. Задержанная заявила, что наркоманкой себя не считает, а зелье купила из любопытства. Замужем, молодая, симпатичная, перспективная. Ну и вот решила, видимо, все сферы жизни попробовать. В ходе следствия данная девушка объяснила, что наркотические средства она приобрела для личного употребления. Решила попробовать. Будут проводиться необходимые экспертизы, после чего будет ее показанием дана должная оценка. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта». Несмотря на юный возраст, девушка в статусе депутата пребывает уже несколько лет. В отношении нее выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Поскольку девушка является депутатом районного центра, совета депутатов районного центра, поэтому она имеет депутатскую неприкосновенность, но предусмотренная процедура уголовного законодательства нами была полностью соблюдена. Годовалый ребенок, который при подозрительных обстоятельствах выпал из окна пермской пятиэтажки, выписан из больницы и возвращен родной матери. Об этом сообщила газета «Аев Приками» со ссылкой на маму мальчика. Напомним, инцидент произошел 23 сентября в 10 часов утра в доме на Комсомольском проспекте. От более тяжких последствий малыша спас карниз первого этажа, который смягчил падение. По подозрению в покушении на убийство ребенка была задержана его 21-летняя мать. Она, по версии следствия, могла выбросить мальчика в окно. Мамашу задержали на трое суток, а затем освободили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Исследователи опровергают информацию о том, что ребенок вернулся к человеку, который предположительно пытался его убить. Как пояснили в Следственном комитете, об этом не может быть и речи. В настоящий момент пострадавшая, а также второй ребенок этой женщины, помещены в специализированное детское учреждение органов опеки. По итогам расследования дела может быть поставлен вопрос о лишении матери родительских прав. Город приходит в себя после сильного снегопада. Сегодня днем дороги в Перми были практически свободны. После вчерашних десятибальных пробок многие автомобилисты предпочли воспользоваться общественным транспортом. В городской администрации работу подрядных организаций по уборке улиц в разгул стихии сочли удовлетворительной. Что думают по этому поводу Пермики, узнала Евгения Караксина. Четыре часа стояла. Ехала с ироничной компанией на 77-м и в 8 часов только дома была. Видимо, город сам по себе не был готов к этому снегопаду. Я вчера работала в парикмахерской и все клиенты опаздывали практически на два часа. Вчера ужасно было. И шиномонтаж стояли в очереди с утра до вечера. Невозможно было поменять колеса. Как обычно, не готовы. Все знают, но ничего не делают. Службы коммунальные как навалило, так и ничего не чистило. А навалило и зарядно. По оценкам синоптиков, за сутки треть месячной нормы осадков. Циклон вызвал на городских магистралях настоящий транспортный коллапс. Серьезные проблемы возникли и на федеральных автотрассах. Большегрузные автомобили на заметенных дорогах не могли преодолеть подъемы и создавали многокилометровые заторы. По информации Краевой ГИБДД, за эти многоснежные сутки при Камье случилось около 500 ДТП. Половина из них в Перми. В 12 случаях пострадали люди. Главной причиной множества аварий, как следствие дорожного паралича, в Перми стали так называемые члены клуба любителей летней резины. Водители, не успевшие переобуть свои автомобили. На этом фоне сообщение, опубликованное на сайте городской администрации, вызывает некоторое удивление. Работа подрядных организаций позволила обеспечить, хотя и с затруднениями, движение общественного и личного транспорта. Сегодня утром во время контрольного объезда пермских улиц местные власти оценили работу подрядных организаций на удовлетворительно, отметив, что хуже всех справились подрядчики в микрорайонах Крохолева, Владимирской и Юбилейной. Коммунальщики же справедливо жаловались на непереобутые автомобили, брошенные на проезжей части и в парковочных карманах, затрудняющие расчистку улиц. Между тем, снегопады и отрицательные температуры продлятся при Камье как минимум до середины будущей недели. Евгения Караксина, Юлия Алеева, Михаила Ситров, Телевизионная служба новостей. Каша есть и будьте сыты. В Пермском районе на протяжении длительного времени отсутствует молочно-раздаточный пункт. Положенные детям по возрасту натуральные продукты в поликлиниках заменяют сухими смесями и кашей. Такое положение вещей устраивает далеко не всех. Репортаж Екатерины Леоновой. Регулярно приходить в поликлинику и занимать несколько очередей жителям Кондратова приходится только для того, чтобы получить детское питание. Молочно-раздаточных пунктов нет во всем Пермском районе. Молочную кухню в Пермском районе заменяют детскими кашами, которые можно получить в местных поликлиниках. Но родители, чьи дети постарше, считают, что каш для полноценного развития и питания ребенка недостаточно. Дочке Оксаны Ситниковой полтора года. Чтобы сделать кашу более привлекательной и питательной, мамочка добавляет в нее фрукты. Невозможно размешаться, она комками встает. Ну и ребенок, соответственно, не будет такую есть кашу. Еще у некоторых детей аллергия бывает. Пятна красные. Опасно для здоровья ребенка. С Оксаной солидарна и другая молодая мама Юлия Крохолева. Девушка перестала кормить своего ребенка сухой кашей, когда у сына появилась сыпь. Теперь приходится покупать детское питание в магазине. Но и это не выход. Все равно добавлены консерванты. Он не такой свежий, естественный. И у ребенка, возможно, дисбактериоз, так как продукт, все равно подвергается обработке какой-то. Кисломолочные продукты или каши – это совсем разные вещи. Тем более ребенок у нас большой. В перечне продуктов, которыми должен обеспечиваться ребенок до трех лет, уже с восьми месяцев входят кисломолочные продукты – творог, кефир. Но в случае с Пермским районом получается, что это только на бумаге. Я обращалась сначала в Минздрав Пермского края. Мне ответили, что готовьте сами. Почему в других кисломолочные продукты дают детям, а у нас нет? А каши молочные – это совсем незаменитель. Мы, в свою очередь, также обратились за комментариями в Минздрав Пермского края. Задали следующие вопросы. Почему в Пермском районе нет ни одной молочной кухни? Как обстоят дела с раздаточными пунктами в других районах края? И как быть родителям детей с аллергией на каши и кисломолочные продукты из магазинов? В министерстве пообещали ответить на наш запрос в установленные сроки. Не было газа, не стало и воды. Краны на кухнях и в ванных комнатах двух десятков домов на улице Лифаново, что в микроюне Костарева, обсохли несколько дней назад. Водопровод повредили, проводя в частный сектор голубое топливо, рассказывает Александра Михеева. В среду утром на улицу Лифаново приехали рабочие. Разложили трубы и начали копать. Владельцам близлежащих домов сказали, что в микрорайоне прокладывают газопровод. Новость хорошая. Появление голубого топлива здесь ждут не один год. Однако спустя несколько часов приятное впечатление было смазано. В домах исчезла вода. Сегодня третий день засухи. Мы не знаем, где взять воды. У нас убрал водоканал, здесь все колонки. Мы ездили вообще за три девиземель на колонку. В каждом доме какая-то своя проблема. Вот здесь, в этом доме, маленький ребенок. Ему только годик. Представляете, как мыть ребенка? Как ухаживать за ним? В следующем доме ребенок ходит в детский сад. Это тоже ребенок. В следующем доме у меня лично мама престарелая. Зато вода бежит из-под земли. Широкий ручей спускается вниз по проезжей части улицы Лифаново. В нынешних погодных условиях это дополнительная опасность для водителей. Вчера здесь было столпотворение машин. И как следствие вот этого, ко мне во двор, в забор врезалась машина. То есть произошло ДТП. Водопровод на улице Лифаново частный. Поэтому ремонтировать его должны те, кто повредил. Заявили в компании «Новогор-Прикамье». То есть люди, прокладывающие газопровод. Сейчас его собираются. Сколько времени это зайдет? Кроме того, жители опасались, что земляные работы здесь проводят без соответствующих разрешений. Опасения развеяли в городской администрации. Прокладка трубопровода на Лифаново – одно из мероприятий долгосрочной целевой программы – газификация микрорайонов индивидуальной застройки. Что же до накладки с повреждением водопровода, то к вечеру водоснабжение в Костарево удалось полностью восстановить. Александра Михеева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Конец прекрасной эпохи. На экраны российских кинотеатров вышел новый фильм Станислава Говорухина. Это картина о закулисной стороне работы советских журналистов в брежневские времена. Кинопремьера не прошла незамеченной в Перми. Прекрасные темные стороны той эпохи и нашей современности обсудили пермские ученые и кинематографисты. 70-е годы. Таллин. Здесь известный писатель Сергей Довлатов работал корреспондентом газеты «Советская Эстония». Позже этот журналистский опыт он обобщил в сборнике рассказов «Компромисс». Каждая из них начинается с газетной статьи, а после излагается реальная история, которая стояла за написанием той или иной публикации. Заглянуть за кулисы журналистской работы предлагает и режиссер Станислав Говорухин. На основе довлатовских рассказов он снял фильм, который назвал «Конец прекрасной эпохи». Вот лишь одна из историй. Газетному репортеру поручено ответственное задание – к празднику написать статью о 400-тысячном жителе города. Для этого нужно отправиться в роддом и собрать информацию о первом же новорожденном. Одно условие – младенец должен быть публикабельным. То есть полноценным. Ничего ущербного. Никаких матерей-одиночек. Никаких кесаревых сечений. Полный комплект родителей. Здоровый, социально полноценный мальчик. Обязательно мальчик? Да. Мальчик как-то символичнее. Режиссер смотрит на ту жизнь со стороны, а довлатов иронизировал над самим собой. Каждый день он искал компромисс между тем, что писал и действительно думал. Есть жизнь, есть работа по созданию лишенной трагизма гармонической жизни. На бумаге. Искренность? Газетчик искренне говорит не то, что думает. Творчество? Газетчик без конца творит, выдавая желаемое за действительное. В этом смысле современные СМИ – наследники той прекрасной эпохи, говорит филолог Госуниверситета Анна Моисеева. Ведь двойные стандарты никуда не делись, а умение создавать виртуальную реальность только совершенствуется. Есть какая-то картинка, как сейчас модно говорить, фейк, да, такое слово, и за ним вот что-то другое на самом деле. Для того, чтобы с этим разобраться, нужно, ну, не просто эту информацию воспринимать, а нужно как-то с ней обдуманно работать, да. Вот, поэтому это очень актуально. И все же этот фильм с нотой ностальгии, считает кинематографист Павел Печенкин и вспоминает, 70-е годы для него были временем больших надежд. Надежда на справедливость, на что все изменится, все будет лучше, люди будут лучше, режим будет справедливый. Сейчас уже можно сказать, что режим-то поменялся, да? Но что люди стали лучше, это я бы не сказал. Наступит день, когда не то что журналисты, все собьются без исключения. Наливай. Фильм вышел в российский прокат. Увидеть его можно в кинотеатре «Премьер». Юлия Зыкова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.